СНР Арл Харгестар. Здравствуйте, дорогие товарищи. На дворе у нас август месяц, и я спешу поздравить дорогих жителей Хакасии, Сибири, Российской Федерации, собственно, всего цивилизованного человечества с знаменательным событием. Ровно 300 лет назад, в августе 1721 года, пробираясь в сторону Абаканского острога по верховой реке Уйбат, Данил Годпель Мессершмитт, исследователь, первопроходец, можно сказать, академической нашей науки, обнаружил первые так называемые рунические надписи. В 1721 году это произошло, а в 1729 году материалы, так называемые Стелла Мессершмитта, были опубликованы. И мир узнал, что в далекой Сибири, более тысячелетия назад, об этом он узнал чуть позже этот мир, существовала письменная культура, существовало развитое государство. Конечно же, это для всех нас очень радостное и знаменательное событие. 300 лет открытия так называемой Архонной Несейской письменности или Древнятюркской письменности. Перерасшифрована она была гораздо позже, в 1893 году Григельмом Томпсоном, датским ученым. 23 ноября он публиковал собственные переводы. И благодаря вот этим событиям мы можем сейчас соприкоснуться с уникальным совершенно явлением и услышать звуки, увидеть символы вот тех самых надписей, чаще всего это эпитафии на камнях, они просто лучше сохранились, которые звучали более тысячелетия назад, потому что Древнятюрская письменность активно использовалась в период между 8 и 10 веками нашего времени. Я составил топ-5 рунических памятников Хакасии. Конечно же, каждый из вас, уважаемые зрители, уважаемые подписчики, может составить свой топ. Ну, мне показались именно эти памятники, которые я сейчас, собственно говоря, коротко и озвучу, ну, пожалуй, наиболее примечательными для Хакасии. На сегодняшний день известно более 150 надписей, из которых, собственно говоря, я выберу 5. Я имею в виду на территории Хакасии и более 200 в Туве у нас, потому что территория эта соотносилась с общим государственным и культурным ареалом. Итак, я опираться буду в озвучании переводов этих эпитафий на книгу Кормушина Игоря Валентиновича, которая называется «Тюркские и Енисейские эпитафии. Тексты и исследования». Итак, начнем. На пятом месте у нас располагается надпись, найденная близ Алла Чарков. Надпись эта находится сейчас в Минусинском музее. Я буду, естественно, подсматривать, так сказать, в текст непосредственно. Надеюсь, это будет вырезано монтажером. Итак, эта надпись соотносится с памятником Ульбат-2. Ульбат – это название реки в Хакасии. Она короткая, но крайне, мне кажется, примечательная. Звучит она в переводе на русский язык следующим образом. Это памятник Уз Бельге Чангши. Во имя его геройства, во имя его доблести. Водрузили этот памятник на все четыре стороны света. Из своего государства трижды уходил он в дальние походы и возвращался. Жаль, воин-муж погиб со своими двумя сыновьями. Крайне интересный в плане информации памятник, указывающий на то, что, конечно же, речь идет о военной аристократии, которая находилась в период становления нашей средневековой городской государственности в состоянии постоянных походов. Следующий памятник, занимающий четвертое место, это тоже памятник с реки Уйбат. Это объект, который называется, объект культурного следия Уйбат-6. Сама по себе плита сейчас хранится в Хакасском национально-кровеческом музее имени Леонида Романовича Козласова. Перевод текста звучит следующим образом. Доблестные мужи печалятся. Вы много добыли, но не насладились. О, бег из благородных бегов! Печали из печалей вы отделились от нас. О, горе! Сорок мужей воинов вы оставили без отца. При взятии земель сильного уйгурского хана Вы, Терикбек, были словно клыкастый вепрь. О, жаль мне! Мой бег алыч, барстерик, как грустно! О, моя доблесть, как жаль! Я убил двадцать два мужа воина-врага. Я убивал синих, серых волков, черных соболей и оленей. Этот наш. Понятно, часть текста, конечно же, утрачена, но суть ее очевидна. Речь идет об участнике событий, видимо, середины 840-го года, середины 9-го века. О войне с уйгурами. О победе над уйгурским кондонатом. И здесь, конечно же, подчеркивает настоящую мужскую доблесть. Два события. Это, собственно, доблесть воинская и удача, и доблесть на охоте. Следующее, третье место в моем рейтинге топ-5. Занимает надпись «Найдена близ Улуса Тутачика». Это нижнее течение реки Уйбат. Крайне, как мне казалось, интересная надпись. Сейчас сам по себе памятник с надписью хранится в Минусинском краеведческом музее. Имя Николая Михайловича Мартьянова. Итак, перевод звучит следующим образом. «Ради его воинской доблести не насладился». Бег Телесов, мудрый Тутук, своей супругой, взятой в замужество в 16 лет, не насладился, мой дорогой бег. Своим доблестным элем он не насладился. Делами отважного Тутука Телесов он не насладился лучше исправителей. О жаль, о горе, о скорбь. О горе, благодаря тому, что у вас есть, мы воздвигли вечный памятник. Лучшему из людей мы воздвигаем. Благодаря своей доблести он достиг на ханской службе славного титула Тутук. Мой бег. Жаль, предводитель мужей воинов, о горе, печаль. За свои 49 лет он убил 59 мужей воинов врага. Он убил Сангуна, предводителя мужей воинов, мой мудрый, о горе. Пусть множатся косули внутренних земель, того, кто мог их подстрелить на охоте, отважного Тутука нет. Пусть множатся журавли Тагудая, того, кто мог охотиться на них с ловчей птицей, мудрого Тутука нет. Пусть множатся. Отважный Кравчий остался один. Не насладившись семью вашими сыновьями, мой батюшка, огромное горе опустили вы нас. Пребывая в горе, я воздвиг этот вечный памятник. Ради его высокой доблести я воздвиг этот вечный памятник. Мы воздвигли его по долгу семи его сыновей. Крайне интересный текст, содержащий и имена, и описание событий, и достижение погибшего воина. Мы знаем, что у него семь сыновей. Мы знаем, что на хамской службе можно было сделать карьеру и достичь определенного статуса. Так что в этом смысле, конечно же, это не просто какой-то текст, какая-то информация, это еще и текст, несомненно, поэтический, потому что написан крайне таким образным языком. Наконец, дорогие друзья, на второе место я поместил известную, одну из двух известную надпись на стеле «Озеро Алтын-Кёль». Это, ну, с моей точки зрения, одна из наиболее таких экспрессивных, таких важных надписей, где упоминаются и имена божеств. Сейчас я озвучу как-то все, в общем-то, воспроизводилось более тысячелетия назад. Итак, памятник второй по значимости, с моей точки зрения, с «Озеро Алтын-Кёль». «О, моя жена, я не насладился своим народом, я не насладился ради доблести. Тот, кто обладает доблестью, не собьется с истинного пути. Если же я собьюсь с истинного пути, то, воздав хвалу зерван, я вновь обрету доблесть. Народ, обладавший доблестью, пьяным не слонялся. О, мой брат-близнец! Десять лунных месяцев носила меня мать. Родился я мальчиком, вырос мужчиной. Из своего эля я четырежды уходил и возвращался ради доблести. Я, Инанчу Алпсангун. Обладая высокой доблестью, таким вот я был невредимым. Из золотой копар я пришел. Во имя доблести мужа-воина я отправился послом к тибетскому хану и не вернулся». Есть еще одна надпись, тоже с «Озеро Алтын-Кёль», содержащая упоминания и богини Имай, и Эрлик-Хана. Вот, собственно, здесь, конечно же, дорогие друзья, перед нами и поэтическое произведение, несомненно, это поэзия, связанная с ощущением вот этой сильной эмоциональной скорби. Надо понимать, в каких условиях все это создавалось. Речь идет о погребениях эпохи Средневековья, воинских и о стеллах, камнях узких, таких напоминающих клинки мечей, на которых, собственно, носились эти надписи. Формировались они, как правило, снизу вверх по кромкам, по граням. Иногда использовались и древние изваяния, возраст которых даже на период нанесения надписей уже достигал почти трех тысячелетий. Так что в этом смысле, конечно же, камни эти, хранящие эмоции, переживания, описание доблести ушедших предков, являются вечными для нас, для потомков. И, наконец, первое место, как я уже, собственно говоря, и, ну, по сути, анонсировал заранее, занимает, конечно же, так называемая стелла Мессершмитта. Камень, который на сегодняшний день хранится в Минусинском краеведческом музее. И найденный был в августе 1721 года и описанный Данилом Готельмом Мессершмиттом. Это та самая правная точка, с которой начинается наше открытие богатейшего по достижениям и очень значимого для всего мира открытия тюркского средневекового культурного и государственного пространства. Итак, я зачитываю текст со стеллы Мессершмитта, победитель моего личного глубоко субъективного рейтинга рунических памятников Хакасии. Мой простой народ, мои супруги в женских покоях, мои родные сыновья, я не насладился вами, как грустно. Тархан Сангун, он не насладился своему народу. Государству Ильчора он погиб во имя своей доблести. Наша, мастер, сын мудрого бека, во имя своей доблести, мужа-воина вместе со своими телохранителями, благодаря своей отваге, захватив плен девятерых мужей-воинов, сам он остался на поле брани. О, доблестный мой бег! Он погиб, мой могучий старший брат, обладавший богатырской силой в руках. Мастера-писцы, взятые в плен у рога, и весь народ смогли соорудить памятник. Мое государство, девятерых мужей-воинов, он предпринимал экспедиции, его коня, мужей-воинов. Во главе тридцати мужей-дружинников я вступил в схватку и разлучился. О, мой дорогой старший брат, я разлучился с тобой. Когда мне был год, я разлучился с моим дедушкой. Будучи без деда, о, мой благородный старший брат. Я был у него штандартоносцем, я был доверенным советником. Когда мне было шесть лет, я лишился отца, но не осознавал этого. А теперь, при скорби, я покинул своего дядюшку. Горько, о, мой дорогой дядя, без отца доблесть. Моим государством, моим ханом я не насладился. О, мои родные, двоюродные братья мои, солнце, во имя доблести я погиб. Дорогие друзья, ну, понятно, что вот этот немножечко бессвязный текст связан с тем, что утрачена часть символов, знаков, которые перевести на сегодняшний день невозможно, но можно додумать. Понятно, что речь идет о настоящем герое, который жил в свою эпоху и который проявил себя как предводитель, как аристократ, как вельможа. И именно из таких людей фарковалась крепость того самого будущего государства, которое мы на сегодняшний день знаем как государство Ненесейских Кардизов или Кардизский Каганат. Ну, на этом, дорогие друзья, я хотел бы завершить наш небольшой сюжет. Я еще раз всех вас поздравляю с открытием нашей Архонно-Ненесейской, или Ненесейско-Архонской письменности. 300 лет известия о том, что здесь, на территории средней течения Ненесей, на территории нашей славной Хакасии, было государство, была письменная культура. В общем-то, были определенные и достижения, которые внесли свой вклад в копилку достижений общимировых. Ну, на этом все. До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. Здоровья вам!